Здравствуйте! Тема следующей лекции — Шекспир, Борис Годунов, Карамзин, Пушкин. Мы уже говорили с вами в прошлой лекции о том, что Пушкина можно рассматривать как возможно, да, позволим себе некоторую такую вольность, первого историка русского театра. Он задался очень важными вопросами о том, чем развитие театра в России отличается от траектории развития театра в Европе. И при этом, конечно, рассказ Пушкина, и это очень важно для нашего курса и того фокуса внимания, который мы пытаемся удерживать. Развитие театра связано с развитием культуры вообще, да, с культурной системой координации, иерархиями, с государственным и народным и так далее. А сегодня мы посмотрим на Пушкина как, собственно, драматурга, который обращается к историческому сюжету. Конечно же, я имею в виду, я думаю, вам знакомую трагедию Пушкина Борис Годунов. Таким образом, мы снова собираем эти два фокуса — драматургия, театр и история. Первый вопрос, на который я предлагаю обратить внимание — вопрос о том, почему же Пушкин решает написать, собственно, историческую пьесу опять, да, снова этот вопрос нас интересует, как и почему в разных исторических культурных контекстах те или иные авторы обращаются к историческим персонажам. Собственно, интерес к истории, да, в тот период, который Пушкин создает Бориса Годунова на рубеже 20-30-х годов XIX века, во-первых, обусловлен, конечно же, фигурой Николая Михайловича Карамзина, да, и его истории государства российского, которую, конечно, никак нельзя не упомянуть, если мы говорим про историю вообще и про историю театра в контексте начала XIX века. Карамзин задает некоторый тренд на историю, интерес к истории, да, общий. Его высказывание, вот эта самая история государства российского, очень будоражит общественное сознание не только специалистов, тех, кому история была интересна всегда, но и очень широкую аудиторию. Собственно, в 1824 году, если, да, как-то иметь в виду все-таки Бориса Годунова, о котором хотелось бы немного поговорить, выходит из печати 10-11 тома истории государства российского, собственно, посвященные смутному времени, и Пушкин так иронически отзывается о том, какое невероятное волнение в публике, какой отзыв у аудитории вызывала история Карамзина. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да, то ли им неизвестную. Она была для них новым открытием. Да, некоторый такой парадокс, как история может быть новым открытием, да, старая, новая. Пушкин здесь играет с этим. Вот, Карамзин, таким образом, да, Карамзин захватывает его произведения, там, бестселлеры и все такое прочее. Это создает некоторый фон для обращения к историческому сюжету самого Пушкина. Второй момент, который пока еще тоже можно признать таким важным, да, заряжающим для этого общего контекста, это обретение и потеря рукописи слова о полку Игореве, да, которое происходит в начале 19 века, да, эта и рукопись находится, потом она гибнет в пожаре, да, значит, в Москве был ли это подлинник или нет, до сих пор спорят историки, или это была некоторая историческая подделка, но так или иначе, обретенный, мощный художественный текст, да, из глубины веков, он и, как бы сказать, провоцирует интерес к истории у современников и людей начала 19 века. Дальше непраздный вопрос, почему же, если Пушкин обращается к истории на общем, да, вот таком фоне заинтересованности в истории, созданной перечисленными событиями, почему именно Борис Годунов, почему именно этот персонаж, да, не какой-то другой. Вот мы задавались вопросом некоторое время назад, почему Дмитрий Донской, да, теперь у нас вопрос, почему Борис Годунов выходит на театральную сцену. Не сразу пришел именно к такому решению Пушкин, что следует писать пьесу именно о Борисе Годунове. Напоминаю, делая некоторую отсылку к предыдущей лекции, о том, что Пушкин хотел создать пьесу для широкой аудитории, да, сегодня бы, возможно, сказали бы для массовой аудитории, пьесу народную, да, по-настоящему народную, которая прервала бы вот эту порочную традицию театра, в общем, дворцового, да, и вот такой драматургии несвободной перед своим таким аристократическим зрителем. Какие варианты главного героя для вот этой народной пьесы Пушкин рассматривал, кроме, собственно, Бориса Годунова? Степана Разина, вообще Степана Разина Пушкин характеризует как единственное поэтическое лицо русской истории. Емельян Пугачёв, как он уже был героем, да, одной из наших лекций, «Капитанскую дочку» мы вспоминали. Однако Пушкин понимает, хотя, может быть, ему хотелось бы больше написать драму о Разине или Пугачёве, что оба варианта не подцензурны, как он сам говорит, что цензура не пропустит на сцену пьесы о Степане Разине или Емельяне Пугачёве. Вы скажете, довольно, да, странная ситуация. Пушкин ведь написал прозаическое произведение о Емельяне Пугачёве, да, и одно вполне себе «Капитанская дочка», она вполне себе вышла. Почему же для литературы такой вот прозаической можно, а для театра нельзя? Дело в том, что цензура, о которой сейчас будет сказано несколько слов, особое пристальное внимание обращала именно на театр, и театральные произведения, прежде чем быть воплощенными на сцене, проходили две ступени цензуры, да, там, не драматическое произведение, просто одно, да, то есть, чтобы попасть на сцену, сначала нужно было пройти цензурный комитет для того, чтобы пьеса была напечатана, а потом еще раз для того, чтобы она была поставлена, и, соответственно, да, у драматического произведения в два раза меньше шансов, чем у такого, да, такого сомнительного, чем у прозаического произведения. Что касается цензуры, хочу напомнить, что, да, 15 июля 1826 года император Николай I, вот у нас новый император, да, звучит, новое лицо на троне, учредил третье отделение собственного его императорского величества канцелярии. Собственно, это третье отделение, да, значит, оно как раз занималось, в частности, вопросами цензуры, на слайде вы видите приемную графа Бенкендорфа, который, собственно, руководит третьим отделением и фактически становится таким, фамилия Бенкендорфа становится таким синонимом несвободы, да, страха, цензуры и всего такого прочего. Даже несмотря на то, что цензура очень сурово рассматривает театральное произведение, в это время от Пушкина современники ждут, когда становится понятно, что он сейчас напишет что-то на историческую тему, а современники очень ждут от Пушкина высказывания смелого, политического, да, вот такого же по принципу аллюзии, уже хорошо знакомому нам по предыдущим лекциям, да, что Пушкин вот возьмет и через эти исторические фигуры, о которых он говорит нас со сцены, скажет что-то про актуальную, да, ситуацию, про вот это страшное Николаевское время, про цензуру, про Бенкендорфа, да, там про свободу и несвободу, про вот такие важные сюжеты, однако Пушкин идет, как это обычно с ним бывает, совершенно другим путем, и отчасти он разочаровывает своих современников, которые ждали вот такой исторической аллюзии. Замечательный историк театра Сергей Сергеевич Данилов, петербургская, да, театральная школа, вот театроведческая, школа театроведческая, описывает вот это некое разочарование, которое постигло современников. Принципиальное отличие Бориса Годунова от всей политической драматургии преддекабрийской поры заключается в том, что если Озеров, известный нам персонаж, да, вы помните, неоклассицизм Дмитрий Донской, что если Озеров и его последователи переносили в далекое прошлое политические идеи современности, да, например, вот этот современный патриотический подъем, связанный с Александром и кампанией против Наполеона, медийный, да, такой в СМИ кампании против Наполеона пока, значит, как бы переносил все это во времена Дмитрия Донского, то Пушкин идет по-другому, значит, если, да, Данилов подчеркивает, если Озеров и его последователи переносили в далекое прошлое политические идеи современности, разрешая их при этом внеисторические, то есть, в принципе, нам не важно, когда жил на самом деле Дмитрий Донской для Озерова, не важно, как он выглядел, допускает исторические несоразмерности какие-то, да, и костюм у актера Яковлева условный, то Пушкин, обращение Пушкина к истории, продолжая Данилов, да, Пушкин строит свою пьесу на основе углубленного анализа прошлого, он нашел ту историческую закономерность, которая давала нужные политические выводы для современности, да, то есть он не актуализирует искусственно, он не притягивает эту рифму, вот, прошлое, настоящее и так далее Вопрос, при чем здесь название лекции Шекспир, да, значит, в самой форме своей исторической трагедии Пушкин ориентировался на Шекспира, а именно на шекспировскую свободу Он говорит, я подражал в его больном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописах старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени Удивительная, да, тоже опережающая время идея через летописи, через документы того времени передать не только сюжет или образ персонажа, но даже язык и атмосферу того времени Поэтому, да, тут Пушкин соединяет, сам он признается, да, соединяет Карамзина с Шекспиром для того, чтобы получить свою уникальную историческую драму Что получается с художественной точки зрения в вот этой, в этом таком историческом и культурном проекте Пушкина В пьесе Борис Годунов, в пьесе, в которой он мыслит видеть народной драмой для широкой аудитории, да, в пьесе, в которой он соединяет Карамзина и Шекспира С художественной точки зрения мы видим в произведении Пушкина Борис Годунов Наверное, я думаю, что вы с ним знакомы, я так, да, концептуализирую несколько, какие-то черты этого произведения Значит, в художественном смысле мы видим отказ от традиционного деления на акты Да, обычно драматургическое произведение строится либо из пяти актов, либо из трех, да, три завязка, кульминация, развязка Пять завязка, кульминация, развязка и два промежуточных, да, акта, которые ведут к кульминации и затем, да, приводят к развязке Здесь же у нас нет традиционного деления на акты вообще Есть быстрая смена коротких эпизодов То, что впоследствии, когда появится кинематограф, можно будет назвать монтаж Да, Пушкин в каком-то смысле опережает свое время настолько, что по монтажному кинопринципу строит свое историческое повествование Чередование стихотворных фрагментов с прозаическими Да, это, как всегда, Пушкин разрушает какие-то рамки ожидания и смело соединяет несоединимое И, собственно, как говорил сам Пушкин, вольное широкое изображение характеров Что мы получаем с исторической точки зрения, да, в этой пьесе? Если смотрим на нее с точки зрения, да, вот история в театре Новое понимание истории, ее прюжим и движущих сил Да, Пушкин действительно выступает в этой пьесе не только как драматург, но и как историк В принципе, в российской, да, вот истории Крамзин, первый, пожалуй, первый автор Который придумал, что историю рассказывает историк с субъективным взглядом Который может расставлять свои акценты, давать свои оценки Да, историческое повествование, оно субъективно, оно зависит от фигуры историка А, собственно, Пушкин в этом плане следует карамзинской традиции И вообще вместе с Карамзиным и даже, может быть, дальше, чем он Переосмысляет вообще, что такое история, что такое рассказывание истории С исторической точки зрения, да, если посмотреть на Пушкина здесь не как на драматурга А как на историка, важно, что народ, да, здесь становится главным героем драматической повести Как определяется Жанна Бориса Годунова И Пушкин главный герой и драматической повести, и главный герой истории Да, то есть Пушкин смещает акценты, говоря о том, что история Это не великие деятели в первую очередь, да, там и не Дмитрий Донской И даже не Борис Годунов, да, там, или, я не знаю, не Иван Грозный Не Емельян Пугачев А, собственно, главная движущая сила истории Это самый народ, который он пытается показать на сцене Особый масштаб взгляда на прошлое, да, совершенно новый Который осуществляет Пушкин историк в своем художественном повествовании Да, это взгляд в таком шекспировском масштабе Когда, ну, как будто бы с высоты птичьего полета Драматург может видеть, да, какие-то линии, пружины развития истории И увидеть историю, как какую-то такую масштабную, ну, в каком-то смысле масштабную драму Да, такой масштабный сюжет, в котором множество-множество составляющих И поэтому Пушкин представляет такую грандиозную, в общем, да, многофигурную картину С большим местом, с огромным количеством мест действия Это очень препятствовало постановке реальной пьесы, да, потому что технически театр Не был готов к такой быстрой смене действий, к такому большому количеству пространств К такому количеству персонажей, к такому масштабу представления истории в театре И, наконец, да, Пушкин предлагает нам историческую проблему Не просто исторический сюжет, не просто исторического персонажа А проблему, которую решают, да, значит, которую он решает как историк Историческую проблему отношений народа и власти И это, конечно, совершенно новаторские какие-то стратегии Не только художественные, перечисленные ранее Но и совершенно новые стратегии рассказывания истории Не только в театре, но вообще рассказывания истории Рассказы о прошлом Традиционно я предлагаю вам вопросы в завершении лекции Между какими историческими сюжетами выбирал Пушкин, задумывая свое масштабное драматическое произведение Какие варианты, кроме Бориса Годунова, были у него еще? Второй вопрос, почему эпоха романтизма и Пушкин конкретно так высоко ценили произведение Шекспира Что в Шекспире так их привлекало, вдохновляло, заставляло делать его своим образцом? И, наконец, последний вопрос Чем Борис Годунов-Пушкин похож на современный кинофильм? Я пыталась провести эту аналогию Надеюсь, что вы смогли ее уловить И я смогу это увидеть И мы сможем это увидеть в ответах на вопросы Которые мы традиционно ждем в комментариях Большое спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok